До сих пор еще некоторые люди думают, что слепота — это что-то такое заразное. При мне родители пугали своих детей, когда дети спрашивали, «Мама, а что такое у дяди в руке, вот палочка белая, что это?» Они говорили, «Вы будешь себя плохо вести, я тебя ему отдам». При этом многие люди действительно искренне стараются помочь, но просто не всегда знают, как это правильнее сделать. Мне периодически стало сниться, что я еду за рулем, что я вот еду, я чувствую скорость, я испытываю кайф, наслаждение настоящее, все, вот очень все здорово. Причем я еду именно с механической коробкой, да? То есть я переключаю скорость, ну как бы все, я еду. Поэтому ни во что не врезаюсь, вроде как бы вот еду. Но я понимаю, что я же вот по идее никак не должен доехать, куда мне надо. Но в итоге я доезжаю. Когда ты ребенок, и ты просишься за руль, то даже если ты там плохо видишь, у тебя все-таки есть какая-то возможность попасть к папе, к дяде на колени. Во взрослом возрасте, к сожалению, нет такого, что кому-то можно было прийти и сказать, поехали покатаемся. И я просто сидел на улице, на лавочке курил. И вот парень в это время проезжал мимо на ГАЗ-53, как сейчас помню. Остановился, поздоровались туда-сюда. Ну, я его спрашиваю, а куда ты едешь-то вообще? Он говорит, ну вот там по делам. Я говорю, слушай, ну давай я к тебе прыгну туда в кабину, ну вместе покатаемся. Ну там съездим на речку или что-нибудь там. Он говорит, ну давай, почему нет? И по пути на речку, ну вот спустились, там лук. И что-то меня вдруг ударило в голову. Я говорю, слушай, я хочу покататься. Я вот видел, как бы каждый жилкой чувствовал, как он переживает по этому поводу. Но он сказал, ну давай, почему нет? Меня самого трясло жутко. Потому что одно дело, там, это ладно, ты во сне где-то там что-то такое ездишь. И вот я сел за руль этого КАЗ-53, и минут, наверное, там 20 мы вот вокруг этого луга катались. Доехали там на речку, остановились. Я видел, что он очень переживал. Страшно ему было с одной стороны. С другой стороны, он видел, как мне радостно было от того, что я получил возможность сесть за руль. Вы просто попробуйте поставить себя на его место. Вот я к вам сейчас подойду и скажу, слушай, можно я сяду к тебе за руль, и мы с тобой сейчас покатаемся немножко. Вот вы бы дали так вот запросто человеку какому-то свой автомобиль. Не каждый человек это сделает. А он это сделал. Людям нужно друг другу больше доверять, хотя бы потому что люди между собой общаются. От доверия, от степени доверия друг к другу зависит то, насколько человек перед тобой раскрывается, не раскрывается. Насколько он откровенен с тобой. Что он тебе расскажет, что он тебе не расскажет. Мы больше должны друг другу доверять, потому что на этом, наверное, строится вообще весь мир как таковой. На доверии, на какой-то доброте, на уважении друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok